Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Уцелевший. Афганистан, 2005 год. Команда американских спецназовцев получает задание обезвредить известного лидера талибов Ахмада Шаха. Попав в ловушку, солдаты принимают неравный кровопролитный бой. Ясность. Апрель 1945 года. Закаленный в боях сержант по прозвищу «Отец войны» командует танком «Шерман» и его экипажем из пяти человек. Третий рейх рушится, но немецкие солдаты еще продолжают отчаянно сопротивляться. Экипаж танка вступает в схватку с превосходящими силами противника, героически пытаясь нанести удар в самое сердце нацистской Германии. Ваговорот. 1942 год. Разгар Сталинградской битвы. Немецкое командование отправляет на передовую своего лучшего стрелка, майора Кеннига, с особым заданием. Этот опытный и терпеливый профессионал, единственный, кто может попытаться справиться с русским ангелом смерти, неуловимым снайпером Василием Зайцевым. Зайцев – легенда и икона для защитников Сталинграда. Каждый день он выносит смертный приговор десяткам захватчиков, попавших в перекрестье его прицела. Между двумя уникальными снайперами начинается смертельная схватка, победителем из которой будет суждено выйти лишь одному. Турный ястреб. Сомали. 1993 год. Страна вымирает от голода. Число жертв превысило 300 тысяч человек. Миротворческие силы ООН пытаются восстановить порядок и организовать поставки продовольствия. В помощь им Вашингтон выслал полтысячи человек из элитных подразделений американской армии, знаменитые отряды Дельта и армейских рейнджеров. Снайпер. Два снайпера. Том Беккетт и Ричард Миллер получают смертельно опасное задание. В джунглях Центральной Америки найти базу колумбийских наркодельцов, проникнуть внутрь и ликвидировать главаря. Возможно только одна попытка. Один выстрел. Трелок. Опытный снайпер Боб Ли оказывается втянутым в заговор с целью убийства президента. Похоже, что его хотят подставить и сдать властям, поэтому ему необходимо как можно быстрее найти и обезвредить настоящего убийцу. Тринадцать часов. Тайные солдаты Бенгази. Две тысячи шестнадцатого года. Две тысячи двенадцатый год. Бенгази, Ливия. Группа террористов решает отпраздновать события 11 сентября нападением на американское посольство. Шестерки бойцов из элитного спецотряда приказаны вмешаться только в крайнем случае. Но когда под угрозой десятки жизней, долг и совесть берут верх над субординацией, немужественные солдаты без колебаний вступают в бой с яростной группировкой боевиков. Бой, который для всех шестерых, скорее всего, станет последним. Повелик Бури. Две тысячи восьмого года. Член элитного отряда по разминированию направлен в один из иракских городов, где практически каждый предмет представляет смертельную опасность. Джеймс – сапер-подрывник, который, несмотря на опасность, относится к обезвреживанию бомб как к игре. Война – его настоящая страсть. Именно из-за этого в его отряде начинаются разногласия. В окрестностях небольшого городка падает самолет, на борту которого чрезвычайно опасный вирус. Зараза попадает в водную систему города. Люди один за другим заболевают и начинают яростно набрасываться на всех подряд. Военные оперативно запирают город на карантин, периодически отстреливая зараженных. Быстрее пули После 10 лет, проведенных в тюрьме, у драйвера одна цель – выследить и уничтожить людей, замешанных в жестоком убийстве его брата. Наконец, обретя свободу, он готов пойти на все, чтобы выполнить свою жестокую миссию и разделаться с теми, кто попал в его черный список. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok